Ас-саламу алейкум ва рахматаллах баракатух, дорогие братья и сестры. С вами снова я, Миклербек Новаи. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о казахах. Не секрет, что сейчас идет возрождение нагайского народа, в частности в Астраханской области, где местные юртуски Новаи запустили собственное движение и ведут активную просветительскую деятельность, направленную на возвращение собственной идентичности и памяти предков. Казанские татаристы в лице Дамира Исхакова и Ильнура Ярхамова очень недовольны этим и изливают на всех нагайских активистов свою едкую желчь. Но вот вопрос, что по этому поводу думают местные астраханские казахи? И не просто казахи, а ученые, писатели и общественные деятели из числа соседей тех самых юртуских Новаев, которые так громко о себе заявляют. Ну что ж, я нашел ответ на этот вопрос и готов поделиться им с вами. Астраханская казашка, ученый-этнограф Скрыльникова Жан Хабдуга Лиевна в своей кандидатской диссертации написала «В 1926 году при первой всесоюзной переписи населения этнические группы нагайского происхождения Харагаши, Кундровцы и Юртовцы были записаны татарами». Это объясняется спецификой использования термина «татары», которые в XIX и начале XX веков были весьма распространенным этнонимом по отношению к ним, а также ко многим другим тюркским группам Нижнего Паожья. Данное обстоятельство вызвало процесс так называемого «отатаривания», осуществляемый главным образом через систему образования и культуру. Конец цитаты. Из приведенного высказывания, написанного еще в 2008 году, абсолютно ясно, что Жанна Пхабдуга Лиевна считает, что термин «татары» был привязан к юртовским, кундровским и к анаражским нуаям Астрахани совершенно несправедливо и искусственно. Пойдемте дальше. Астраханский казах, доцент кафедры истории Российского государственного аграрного университета Кулькатов Жанбек Бахтагиреевич заявил следующее. В русской дореволюционной научной литературе и официальных документах в отечественной этнографической науке длительное время татарами называли все тюркские народы в составе Золотой Орды, присоединенные позже к Российскому государству. В 1920-е, 1930-е годы, когда в стране шло национально-государственное строительство, согласно провоглашенной советской властью доктрине национальной политики, малые этнические группы искусственно включались в состав более крупных этнических образований. При этом их самоназвания или предыдущие этнонимы могли изменяться в пользу более многочисленного народа, что и произошло с астраханскими татарами-нугаями. Конец цитаты. Он же в одной из своих научных публикаций в 2013 году написал, «Последнее время на фоне возникновения местного национального движения и вспышки этнической активности утвердилось мнение, что казанские или волго-уральские и астраханские татары – это два разных народа, этногенез которых происходил не только в разных географических регионах и природно-климатических условиях, но и которые различаются между собой этнокультурной и лингвистической самобытностью и неоднородностью». «Наверное, правильнее было бы считать астраханских татар нагайцами». Конец цитаты. Я думаю, здесь мои комментарии будут излишни. Следующий наш спикер – известный калахский писатель, драматург, журналист Анец Тулиндиевич Сарай, уроженец Володарского района Астраханской области. Анец Сарай, описывая жизнь Шалкииза Талянши-Улы, в одной из своих книг четко обозначил этническую принадлежность населения астраханского ханства, как Ногаев. Я вам лишь напомню, что и татары, и Ногаи признают, что ютовские Ногаи являются прямыми потомками населения астраханского ханства. Кстати, от лица нагайского народа выражаю соболезнования всему братскому казахскому народу в связи с недавней кончиной Анеца Тулиндиевича. И, наконец, давайте обратимся к заявлению региональной общественной организации казахи Астраханской области. Во время прямого эфира под названием «Беседа с интересным человеком об истории казахского народа», который проходил на официальной странице организации в Инстаграме, ведущий эфира, аспирант кафедры отечественной истории Астраханского государственного университета Даньяр Имашев и его гость, краевед Азамат Тулигенов, затронули и тему возрождения идентичности ютовских новаев. Однозначным и неоспоримым фактом, по их мнению, является принадлежность ютовцев к нагайской нации. Давайте посмотрим это видео. Очень важный вопрос, точнее. Я заметил со стороны, как в последнее время происходят некоторые споры относительно ютовских новаев здесь, в Астрахани. То есть татарская общественность начала поднимать шум, говорить, что как это так, ют-нагайлар – это наши татары. У местных новаев начала просыпаться национальная самоидентичность, они говорят, мы не татары. Да, нам поставили печать или название в паспорте, что мы татары, но мы новаи. Как вот ты сам считаешь, ты не татарин, не новаев, ты со стороны, с исторической точки зрения, ты как считаешь, ютовские новаи – это татары или все-таки новаи? Я сам вопрос неправильно задал. Ну, ты понял, да, в общем-то? Ну, я понял, я понял. То есть, нет, астраханские татары, так называемые, которых называют астраханскими татарами, по факту это все нагайцы. Нравится это кому-то, опять же, или нет, это исторический факт, что на территории Астраханской области именно татары в том понимании, которое мы знаем, то есть татары по Волжи, Мещари или казанские татары, они пришли сюда вместе с русской администрацией, это примерно в 17 веке. А татары, ой, а те татары астраханские, которые живут в Пашмаковке, в Трех протоках, там Карагали, Карагаш и так далее, это нагайцы. И произошло это примерно в начале 20 века, то есть это перепись. И, ну, это нравится, не нравится, это отдельная тема для разговора, я думаю, немножко это не в тему нашей беседы, потому что это тема истории другого народа все-таки. Поэтому... Ну да, да, немножко отошли от этой темы. Самый главный момент такой мы услышали, просто это для нас родственники, для именно младшей жузы, которая проживает именно казахи в Астраханской области. Рахмет за свою точку зрения. Ну что ж, мои дорогие зрители, уверен, что это видео очень не понравится татаристам. Вообще, то, что в Астрахане живут нуваи, а не татары, и татаризация этих самых нуваев в 20 веке, это общеизвестный, научно установленный факт. И для тех, кто живет в Астрахане и погружен в местные реалии, этот факт не является секретом. Об этом знают и астраханские казанлы и мишары, об этом знают и астраханские казахи, в чем мы с вами сейчас убедились, но об этом не знает аквариумная наука Татарстана. Или делает вид, что не знает, умалчивая о факте татаризации нуваев, преследуя свои меркантильные интересы в рамках идеологии татаризма. Ассаламу алейкум, варахматулла, вабаракятух.